Итак, друзья мои, продолжаем. Мы продолжаем ежедневный бизнес-канал на Финам-ФМ. Подвели мы финансовые итоги только что уходящей недели. Ну а сейчас давайте, поскольку сегодня пятница, мы с вами, вот я так сделал, сейчас в студии, немножко расслабимся, что называется. Поговорим о приятном, да, не совсем о напрягающих вещах. В студии у меня сегодня очаровательная собеседница. И тему-то, которую мы сегодня для пятницы приготовили, тоже восхитительно, на мой взгляд. Мы будем сегодня говорить об образовании. Ну, если уж, так сказать, с точки зрения нашего эфира ежедневного, образовательный бизнес сегодня будет нас с вами интересовать. Я с удовольствием представляю гостью. Это Александра Оленина, основатель сервиса Vistady.in. Добрый день, Александра. Здравствуйте. Или, как она просила называть ее, Саша. Спасибо. Добрый день, Саша. Добрый. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Тема действительно очень интересная. Ну, и, как минимум, на мой взгляд, актуальная. Для этого есть телефон прямого эфира 6510996, код Москвы 495. И есть адрес электронный, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну, а мы начнем. Давайте начнем разговор. Саша, расскажите, пожалуйста, вот это непонятное мне, по крайней мере, да, может быть, кому-то из слушателей нерусское наименование. Вистади.ин. Что это значит и вообще о чем речь-то? Вистади.ин – это проект, посвященный образованию за рубежом. Суть проекта сводится к следующему. Ну, у нас собрана команда экспертов по зарубежному и российскому образованию, высшему образованию. Это ребята в возрасте от 23 до 35 лет, которые получили образование за рубежом качественное, либо в России, в топ-50 университетов страны. И которые консультируют по вопросам поступления, по большей части, в зарубежные университеты. То есть, каков процесс подачи заявок документов, как можно получить стипендию. Там 90% наших экспертов учились за рубежом бесплатно. Бесплатно, то есть получали стипендию. Да, или гранты, да, различные виды финансовой помощи. Собственно, вот в этом и сервис. Можно прийти на сайт и заказать там ту или иную услугу с экспертом, и он расскажет о своем опыте, расскажет, как качественно можно подать документы, какие есть возможности обучения за границей. А при этом эксперт, да, что самый приятный, наверное, эксперт, это недавний, а может быть и нынешний студент, который все это руками, что называется, трогал. Да, то есть они все это проделали, да, накопили такой уникальный опыт и готовы им делиться. Здорово. За деньги. Сори, пока да. Ну, все, пока это нормально. Опыт-то, это сын ошибок трудных. Да, это ценности, согласен. Да, и естественно, я тоже не просто так этот опыт приобретал. За небольшие деньги. Да, да, хорошо, Саша, хорошо. Существенная добавочка. За небольшие деньги, тем не менее. Тем не менее, это бизнес, мы же все-таки об этом сегодня говорим. Как пришла идея этим заняться-то? Расскажите, пожалуйста. В 2007 году я сама впервые поехала за границу, получила возможность поехать на волонтерскую программу в Великобритании, преподавала там русский язык, как ни странно. За это мне еще денежки платили. А в итоге после этого опыта были какие-то другие поездки, какие-то другие гранты, учеба. И после каждого из этих опытов ко мне подходили сокурсники сначала, потом коллеги и спрашивали, слушай, а как это сделать, а можно ли поехать, а вот обязательно ли за все деньги платить. То есть те самые вопросы, которые вы сейчас, собственно, и отвечаете. Самые простые, да, где купить билет, у кого остановиться, или это немножко другая тема уже. Ну, это тоже было без бытовых вопросов, мы, конечно, уже никуда, но по большей части, как можно поехать, учиться за границей. И поучиться, да. Да, то есть сначала это было, сначала мои друзья, потом коллеги, и вот это как-то масштабировалось, и пришла через какое-то время идея ко мне, нужно что-то с этим делать. Помогать всем хочется, а времени, собственно, не на всех хватает, поэтому вот как-то так появился в истории. Есть замечательный термин такой, то есть через какое-то время пришла мысль, что это надо монетизировать. Можно так сказать. Те самые небольшие идеи, о которых Саша упомянул, это и есть некая монетизация той самой информации, да, обладать которой уже стало невыносимо. И как дальше двигались вы, в каком направлении? Мы сначала создали паблик ВКонтакте, посмотреть, насколько это интересно не узкому кругу, грубо говоря, моих друзей и знакомых, а более широкой аудитории. В итоге проект пошел, паблик сам начал набирать, достаточно быстрыми шагами развиваться. Ребята очень много задавали вопросов. То есть вы страничку там зарегистрировали ВКонтакте, условно говоря, там какую-то группу создали и говорите, ребята, давайте вот кому интересно, да, отвечаем на вопрос. Мы постили бесплатную информацию о стажировках, грантах и различных волонтерских программах. То есть куда можно поехать не за деньги, грубо говоря, или за очень маленькие деньги. А почему именно ВКонтакте был выбран этот социальный сеть? Я бы сказала, сначала это было с великой бетонной скрижали потолка. Ну вот так случилось. Ну выбор-то не такой большой, насколько я знаю, у нас три всего, да, более-менее. Да, грубо говоря. Одноклассники ВКонтакте и ФБ. ФБ, да. Ну в ФБ там, наверное, все-таки народ постарше, и у них уже другие проблемы в жизни. А почему? Им тоже вот сейчас ВС-1 развивается в том числе и на платформе Facebook. И очень многим ребятам, и там интересно, там более качественная, грубо говоря, аудитория. Это молодые специалисты и люди постарше, которые владеют, как правило, английским языком в той или иной мере, которые тоже представляют нашу цель в аудитории. А, кстати, вот молодые специалисты, ну то есть люди уже имеющие образование. Да, имеющие образование. Им же это, наверное, и ни к чему. Почему? Они могут поехать на программу, на магистрские программы, либо на программу аспирантуры, либо... То есть смотрите, изначально, да, вся эта идея, ну, наверное, тоже логично, начиная все с малого, да, изначально она под собой имела, или даже видела вокруг себя, да, тех, кто собирается получить первое образование, ну то есть вот молодых людей, студентов, да, стремящихся получить образование именно за границей. А потом все это расширялось, расширялось, расширялось. Можно и так сказать, да. То есть я сейчас могу, ну не я конкретно, да, а мы, если будем пользоваться вашим, а наверняка будем это делать, да, вашим ресурсом, мы можем получить образование абсолютно в разных отраслях, да, в разных уровнях. Так скажем, все зависит от вас. Если вы хотите получить высшее образование, какого бы то ни было уровня, мы можем вам в этом помочь. Да, будет ли это бакалаврская программа, будет ли это магистрская программа, аспирантура, даже постдок, почему нет? А как мы можем в этом помочь? У нас есть эксперты, которые... Или мы найдем таких экспертов, вы только подождите, не уходите никуда, да, вы, пожалуйста, зарегистрируйтесь, аванс внесите, аванс внесите, и мы вам обязательно поможем. Нет, смотрите, человек, который заходит на сайт, он выбирает эксперта сначала, а потом привязывает к нему ту или иную услугу. То есть вы не платите деньги вначале, непонятно куда, а потом... Нет, смотрите, а эксперты я по каким признакам выбираю? Там есть краткая биография, эксперты есть писать... Или просто фотографии, да, я смотрю, да, голубоглазость, вот именно, да, блондиненность, говорю, вот этот эксперт мне нравится. Да, почему нет? Там есть краткая биография профессиональная, биография человека на сайте, где он учился, да, какие гранты, регалии... Там их, наверное, очень много. Их можно отсортировать, конечно, их можно отсортировать по стране, по специальности, будет еще по уровню обучения. Сколько их там всего? Порядка 85 человек. Они все наши, россияне? Все россияне, да. Ну, там два мальчика у нас, один из Украины, второй из Белоруссии, но... Ну, понятно, они тоже наши. Все наши, да. То есть опять идея такая, да, что вот мы, как россияне, или наши друзья из ближнего зарубежья, да, задачу ставим обучиться за рубежом, и, соответственно, вопросы, огромное количество вопросов. Вот можно как-то систематизировать, ну, или наверняка же у вас есть статистика некая, самые популярные или самые часто возникающие вопросы к вашим экспертам. Ой, это сделать достаточно сложно. Сложно, да? Да, все зависит от того, на кого хочет человек пойти учиться. Очень часто, кстати, задают вопрос, на кого лучше пойти учиться, чтобы потом кем-то стать. А потом, смотрите, космонавтом, как Саша за эфиром, да, надевая на уши, сказал, все, меня можно уже отправлять в космос, хочу стать космонавтом. Ну, опять-таки, вариантов-то не так много, я так понимаю, да, то есть можно кем? Можно получить там бакалавриат, да, можно магистратуру закончить, можно там профессиональное какое-то образование получить. Да, можно и биообразование получить. Вопрос в том, что многие, ну, немногие, часть ребят, которые получили первое образование, там, бакалавриат либо специалитет, думают о том, чтобы можно было бы сменить специальность. Это можно сделать. Можно сменить специальность не сильно и пойти учиться в магистратуру дальше. Это тоже возможно. И многие ребята думают, а вот на кого бы мне, там, поменять, там, я биолог, а вот я не уверена, что хочу заниматься биологией, там, могу ли я стать, там, не знаю, химиком, или, там, а журналистом я могу стать? В принципе, да, можете, вы будете писать на нашу. Нет, я думаю, что вопрос так звучит, да, а где денег больше платить? Ну, я биологам не хочу, посоветуйте, где больше денег я могу. Есть такие вопросы? Да, есть такие вопросы. А ответы? Ой, сложно на них ответ. Все зависит от выгранного человека, от того, зачем ему получать образование за границей в том числе, хочет ли он там остаться, но мы эмиграцией не занимаемся, хочет ли он вернуться. Саша, подожди, мы эмиграцией пока не занимаемся. Нет, мы вообще не занимаемся эмиграцией. В смысле, помощью, да, получить грин-карту штата? Ой, нет, 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 вообще. Не наше тему, и не будем. Почему? Ну, нет, мы с точки зрения бизнеса, это ничего личного, только бизнес. Это дополнительный доход. Нет, нам интересно скорее показать спектр возможностей обучения за границей, и в России тоже, мы российском разуме тоже занимаемся. Нам нужно показать, вот, если у вас есть, вы можете поступить в МГУ, да, вот там через пять лет у вас перспектива приблизительно будет такая, или вы можете поступить в МАЙТ, да, отличный университет, и перспектива у вас через пять лет будет другая. Если вы можете и туда, и туда, вот посмотрите на ваши возможности. То есть многие люди об этом не знают. И на перспективу, естественно. Да, и на перспективу. Да, конечно. Это не значит, что если МГУ, это обязательно хуже, чем все остальное. Нет, конечно же нет, конечно, да, безусловно. Ну, это интересно очень, сейчас нам надо прерваться, у нас новости, да, не пугайтесь. Это новости на Финам.ФМ, слушаем, а потом продолжаем эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир, продолжим наш сегодняшний пятничный эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях Александра Оленина, основатель сервиса Vistadi.in. Мы сегодня беседуем с Сашей на тему образовательного бизнеса в России, ну и в принципе, да, как технологически все это дело устроено. И главное, по крайней мере, я абсолютно доверяю тому, о чем рассказывает Александра, да, по крайней мере, все, да, множество тех людей, которые хотели получить образование, качественное образование за рубежом и не только, подчеркну, да, и не только за рубежом, вот, могут воспользоваться услугами этого сервиса и ответить, получить ответы на любой практический вопрос, который в ином месте ты и не получишь, да. Ну да, либо можно очень долго искать в интернетах, в отряд на это время. В самых разных интернетах, да, особенно-то за правдивость информации никто не отвечает, вот я об этом хотел сказать. Ну что ж, идея получения информации в России все-таки, да, вот меня сейчас в этот момент заинтересовало. Действительно ли это так, Саша, да, что по многим параметрам, или по каким-то параметрам российские вузы не уступают иностранным, а может даже превосходят их? Нет, не очень? Почему? Все зависит от, ну, можно посмотреть по рейтингу университетов, да, у нас, грубо говоря, как считалось, математики, физики, вот прям наше все, и за рубежом их отрываются руками и ногами. То есть они котируются, что называется? Они котируются, да, естественно, научные специальности, особенно если есть у человека опыт работы, грубо говоря, руками, то есть там в лаборатории он там что-то делал, то это тоже большой плюс. Мышек резал. Ой, боже мой. Ну, наверное, да. Просто пробирки мыл. Да, вот это. Пробирки мыл, хорошо. Да, у таких ребят тоже есть высокая возможность получить финансирование за рубежом, в частности в Штатах, почему нет. Но вот с гуманитариями там у нас все сложнее немного, да, гуманитарная мысль у нас отстает, к сожалению. Ну, она объективно отстает, на твой взгляд, или все-таки это провиски Запада? Будучи гуманитарием по специальности самостоятельно, да, могу сказать, что, да, к сожалению, отстает. То есть то, что ты, ты же здесь сначала образование получала, я правильно понимаю? Да, 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 в России. А потом поехала туда. Ну да. Добирать. 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 И, ну, понятно, что объективно себя-то оценить проще, наверное, да? И ты понимаешь, что да, вот здесь, конечно. Ну, грубо говоря, те люди, которые преподают, я не буду сейчас обобщать, но, допустим, в Штатах, в ряде университетов, они ведут лекции, они пишут книги, а эти книги потом мы там через года три получаем в России в переводческом виде и в лучшем случае читаем. В лучшем случае не читаем, и нам пересказывают нечто, что было там ранее, а не вот первопроходческую какую-то мысль. Ну, они настолько актуальны, эти книги, что вот не прочесть их, а тем более, если прочесть их с опозданием, то это, конечно, большая беда. Учитывая рейтинги цитируемости тех или иных авторов, то да, то лучше читать их, конечно. То есть они именно вот, что называется, в авангарде идут, да? В тренде, да. Боже мой, и здесь тоже тренд. Я понял. Вернемся, тем не менее, к сервису. Вот эти люди, которые на сайте, прежде всего, да, которые ставят лицо вашей компании, обращаясь к ним и, так сказать, получая некую услугу, я имею возможность представить, да, это серьезная вообще контора, я вам хочу сказать. Вестади.ин, да, ка я порекомендую еще кому-нибудь, а там дальше, как известно, сарафанное радио работает. Вот эти люди, они какой-то отбор проходят, или это личные контакты ваши, или это тоже рекомендации? Сначала все началось, да, с личных контактов, то есть я знала, что вот с этим человеком я смогу работать. Он действительно специалист в своем деле, он не просто там поступил, там заплатил кучу денег и отучился. И не ходил на лекции, да? Ну, да. Бывает такое за рубежом, кстати? Редко. Редко. Балл. Ну, именно потому, что там все платное в основном, да? То есть если человек... Слушайте, образование везде платное, давайте начнем с того, что образование платное везде. Конечно, и в России в том числе. Вопрос в том, кто его субсидирует. Платит ли за ваше обучение государство, либо это может быть компания, либо это ваши родители, вы сам. То есть вариантов много, но оно платное, да? Кто-то, преподаватель должен получать деньги за свою деятельность. Бюджетные места есть в России. Допустим, в ряде европейских стран образование субсидируется государством как для своих студентов, так и для иностранных студентов. Поэтому поступая, допустим, в некоторые земли Германии, в Норвегию, в Чехию, в Финляндию частично, во Францию, например, вы соревнуетесь с теми ребятами, с иностранцами. Не с местными ребятами, а с иностранцами за место в университете. На бюджетные. Да, грубо говоря, на бюджетные. Да, там есть небольшой взнос от 200 евро до 400 евро в семестры либо в год на административные расходы, на посещение библиотеки, спортзала, какие-то такие вещи. Но образование, грубо говоря, бесплатное, условно бесплатное этого взноса. Доля этих бюджетных мест, видимо, мала, да? А зависит от программы. Чем популярнее программа, тем меньше места, соответственно. Ну, это вот, я извини, из советских времен еще эту фразу запомнил. Там 100 мест, или там 100 человек на место, 200 человек на место, 50 человек на место. Такие бывают? Конечно, цифры бывают, но бывают и меньше, бывают больше. Все зависит от конкурса на программу. Мне кто-то рассказывал, что в этом году в высшей школе экономики, по-моему, на медиа был конкурс, ну, или сейчас вот конкурс, какой-то вот совсем сумасшедший, что ли, там 800 человек на место. На медиа именно. Ну, я не уверена. Специально там что-то с пиаром, с медиа связано, но я как-то так задумалась. Кстати, да, действительно, это яркая цифра. А вот если задуматься нам вместе, Саша, смотри, я так понимаю, что популярность того или иного, той или иной программы, да, как вот называют это за рубежом, она ведь, она бывает такая спекулятивная, сиюминутная. Ну, вот, опять-таки, пресловутая мода, тренд или, ну, несколько лет назад я, по крайней мере, статистикой какой-то владею, да, в России в том числе были среди малолежи популярны, ну, если не профессии, то, по крайней мере, они хотели стать, да, и для этого проходить обучение, стать юристами, стать, я не знаю, экономистами, бухгалтерами. По одной простой причине, видимо, да, что это сулит больше денежные потоки. А потом этот тренд сменился, насколько я понимаю, сейчас очень многие хотят стать чиновниками. Да, есть такое. Да, есть такое, да. Вот эти тренды, эти тенденции, они действительно существуют, и как это выглядит за рубежом? За рубежом достаточно сложно отследить, поскольку стран много, и нельзя выявить вот такие тренды, вот, допустим, в штабах, ну, точнее, их можно отлеживать, но по каждой стране отдельности, здесь, значит, трудоемкий процесс. Ну, а второй момент, нужно ли это, да? Да, 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 в целом все зависит от специальности. Если вы уверены, что вы этим хотите заниматься, если вы вот географией занимались, вы найдете себе хорошее финансирование, можно его найти, хороший университет, качественную программу, и стать высококлассным специалистом, получать хорошие деньги. В России, я не знаю, сколько получат географы, но это у меня смутные сомнения. О, я хотел подчеркнуть, то есть изначально, да, если говорим о зарубежной действительности, то есть стать высококлассным специалистом, это практически синоним тому, чтобы получать хорошие деньги. И неважно, чем этот специалист занимается, правильно я понимаю? А в России надо подумать еще, да, что я стал высококлассным специалистом-географом. Ну, я прошу сейчас прощения у географов, которые нас слушают, я не очень в материале, но я просто предположу, да. Потом пошел я работать куда-то в экспедицию, где работают географы, и мне платят копейки какие-то. А я ведь высокий специалист большой буквы. Да, а там вы можете заниматься исследованием. Жизнь прожита напрасно. Ну вот. Я шучу, я, конечно. Печали ныне. А за рубежом вы можете получать хорошие деньги за проведение исследований, за проведение исследовательской работы. Это крупные гранты. Это то, на что живут вузы, на то, чем, грубо говоря, питаются профессорский, приводческий состав и аспиранты. А у нас, кстати, вот эта система грантов России, я имею в виду, сейчас каким-то образом получает распространение? Или у нас нет пока такой системы? Нет, почему? Насколько я знаю, да, университеты, профессор, ну, по-моему, все зависит от энтузиазма профессоров, насколько они готовы. Они имеют возможность, да, просто выбить, условно говоря, там, министерство образования, еще и там откуда. И плюс к всему, наверное, странные гранты они тоже могут подавать, проводить какое-то, ну, провести исследование и за это, грубо говоря, получить некое финансирование за эту исследовательскую работу. Вот, это и есть вопрос, там, в конкурентной способности, опять же, потому что заявки подаются, там, от российских команд, от, не знаю, китайских, корейских команд, от международных конкурсов. То есть некий тендер, да, как он происходит? Ну, да, грубо говоря, да. Поэтому нужно представить, там, качество профессорского приводческого состава, кто будет работать из студентов, какие у них достижения, какие публикации, какова цитируемость. То есть тут все это смотрится и анализируется, потом принимается решение. Все серьезно. Конечно. Кстати, возвращаясь к рассказу о том, что есть выбор у меня, да, я, допустим, занимался, ну, той же самой географией и имею возможность найти и приличный университет, да, и какой-то грант, и определиться с дальнейшей своей судьбой. А если у меня не было опыта, я ничем не занимался, ну, я так веду к тому, что вот человек закончил школу, и очень часто, да, еще мучается вопросом, кем стать. Вот смотрите, в этом случае я вот выступаю с точки зрения проамериканцев, грубо говоря, потому что в американских университетах бакалаврское образование, там, длится 4 года, как у нас, но там первые 2 года в хороших университетах... Ни о чем. Нет, смотри, ну, почти, да, но ты не обязан выбирать свою специализацию. Не обязан? Нет, да, не должен, то есть ты поступаешь просто на уровне твоего, там, академического балла, на уровне, там, сдачи, там, наподобие ЕГЭ есть тоже 2 вида тестов, ребята их сдают, и при приемной комиссии... Извините, я тебя перебил на секунду, мы поговорим о ЕГЭх. Ой, не надо. Не надо, да? Ну, хорошо. Сдают эти тесты, и приемная комиссия принимает решение о приеме или отказе абитриенту. Соответственно, 2 года ребята имеют право посещать все курсы, которые предлагает университет, и по итогу, там, второго года выбрать, определить со специальностью. И у них даже может быть 2 специализации, по-английски это звучит как мейджор, главный, там, и майнер, там, ну, добавочная какая-то специальность. Ты, то есть, можешь выбрать мейджор, там, географию, почему нет, и там, майнер, допустим, музыка. И ты слушаешь определенный набор курсов по обеим специальностям, в итоге получаешь диплом с двумя, грубо говоря, прописанными специальностями. А там очень интересно, а в Америке следят строго за тем, какое количество этих самых обучающих мероприятий я посещаю? А если я все 4 года, или сколько-то я там учусь, я хожу на все, ну, такой сумасшедший. Нет, вы платите за, ну, то есть, студент платит за количество прослушанных, за кредитов. Один кредит на час, один кредит, это, грубо говоря, 27 часов, ну, плюс-минус. То есть, не разгуляешься там, да? Да, ты должен записываться на курсы заранее. На некоторые курсы высокий конкурс, и то есть, туда тоже не всегда можно попасть. То есть, ты, если ты устремленный, ты за 2-3 месяца запишешься, и будешь знать, кому присутствовать списание. А, кстати, о чем может быть высокий конкурс? Популярность предмета — это преподавателя, да, 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 да. То есть, преподаватель там, это, как правило, личность. Это гуру, да, ты идешь, вот знаешь, что этот человек занимает очень сильно. Серьезно, но это объективно, ты же училась за рубежом, это объективно гуру, или просто это опять, как у нас очень часто, такой созданный такой, созданная аура такая, на самом деле. Ну, ты, грубо говоря, гуру, как вот у меня, я ездила, когда искала, подбиряла себе школу, да, я шла к нам к одному гуру, там, к профессору снова нанеси, она приведет в USC, в штатах университета, ты о ней знала уже здесь, да? Да, я читала ее книги, я читала ее публикации, я слышала выступления с ней на радио, то есть я знаю, что вот она первопроходит, грубо говоря, в информационных войнах, она на этом специализируется, я вот очень хотела к ней попасть. А зачем тебе информационные войны? Ты что, занимаешься войнами информационными? Ты вояка? Воеваешь? Не-не-не-не-не. Боже мой, как обманчива внешность, друзья мои, я вам хочу сказать, кто не видит, да, очаровательная девушка, хрупкая девушка, мило улыбается, да, такой гул, она войнами занимается, а ты предводи себя, командчик. Нет, нет, серьезно, информационные войны. Теория, да, теория. И твое желание, потому что ты решила, чем заниматься-то, медиапространство где-то, да? Ну да, что-то связано с этим. Вообще, я международник по образованию, то есть я изучала конфликты. И международник кто, экономист международник, кто там, политолог международник. Политолог международник. Или просто международник. Международов я все время, то-то, то-сюда. А русский язык, кстати, ты преподавала, да, это просто предложение такое было, да? Да, был конкурс, да, вот в 2007 году, когда я впервые поехала, была, да, была программа, она волонтерская, она оплачивалась, то есть я там, питание, проживание, чуть ли не перелет, все это оплачивалось, покрывалась приемной стороной, принимающей стороной. Ну не пугайся, да. Да, это обратный отчет. Ну, учитывая, что ты занимаешься войной. Ладно, мы сейчас приведем все новости на Финам. Послушаем потом. Итак, дорогие слушатели, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам-ФМ. Сегодня мы обсуждаем тему образовательного бизнеса в России, как устроены образовательные сервисы, как на них заработать. Все это знает моя гостья Александра Оленина, основатель сервиса вистади.ин. Саша, значит, как все это устроено, да, как заработать, монетизировать все эти знания, мы с тобой обязательно поговорим чуть позже. Ну и по поводу того, насколько действительно этот бизнес в России популярен, что ли, да, насколько он конкурентно способен, вот, и так далее. Ну и вернемся, тем не менее, вот к твоим личным переживаниям. А, да, я рассказывала про опыт, вы спрашивали про то, как я преподавала русский. Да, был конкурс, я там, мои коллеги, точнее коллеги, а студентами тогда были, однокурсники участвовали, там было несколько туров, там, спеседование, просмотр, рассмотрение заявок резюме, в общем, мы его прошли и поехали в Британию. Я поехала там в Оксфорд, недалеко от Оксфорда местечко, и Аня, там, моя подруга, поехала в Лондон. Мы там порядка четырех месяцев работали ассистентами русского языка. Круто. Да, продвигали русский язык, Россию. Ну, это правильно. Да, да, да. Если не вы, то кто же? Действительно. Кстати, резонный вопрос, извини, у меня возник, а у тебя задача какая-то была конкретная? Вот мы сейчас вспоминали о том, что, да, люди могут воспользоваться, ну, теперь уже, слава богу, твоим ресурсом, свои какие-то стратегические задачи решить. То есть я, ну, давай опять вернемся, я всю жизнь, да, занимался географией. Я проснулся и понял, что я без географии жить не могу, и хочу теперь научиться и зарабатывать деньги. Вот у тебя была та же самая история, ты уже себя кем-то видела в будущем, или твоя задача была просто вырваться, да, из каких-то лап действительности, этой обыденности, уехать за границу, а там посуду мыть, пробирки мыть, или что там, на заправке работать, или помогать, быть ассистентом русского языка, преподаватель русского языка? У меня лично, на самом деле нет, у меня цели как таковой изначально не было, ну, потом она начала проясняться. То есть потом я поняла, что вот это то, чем мне интересно. Ну, я к тому, что так тоже ведь может быть, правильно? Ну, да. Так тоже может быть, и это не связано ни с возрастом, наверное. Понятно, что, наверное, молодой человек, да, молодая девушка, еще не очень понимает, чем ей заняться. Человек постарше может быть уже, так сказать, да, более умудрен, а бывает, наверное, и по-разному. С другой стороны, у молодых людей отсутствие вот разнообразных опытов, если вот он занимается географией изначально, вот он, может быть, он к концу четвертого курса поймет, что это ему неинтересно, а что еще ему может быть интересно, ему непонятно, потому что он ничего кроме этого не делал. Да, то есть попробовать себя, там, поучиться где-то, поехать к физическим обменам, это то, мне кажется, что стоит, что должны сделать молодые люди в будущем. И опять, если вспоминать, да, рассказ твой опыте американских, да, университетов, которые дают сначала, по сути, да, вот, дают возможность выбора этого. То есть попробуй все, и там, послевкусие, соответственно, какое-то останется, и ты поймешь, чем там. Конечно. То есть это правильно? На мой взгляд, безусловно. А в наших вузах, да, такой возможности нет, то есть ты должен сразу прийти уже на готовую специальность? Ну, насколько я понимаю, да, больше вроде ничего с 2005 года не менялось. Ну, ну ладно, есть куда стремиться. Саш, давай вернемся непосредственно к сервису, да, который сегодня обсуждаем, как он технически устроит, технически. Ой, технически, вы со мной хотите поговорить? Нет, не надо было. Давай еще кого-нибудь позовем. Ну, технически это веб-сайт, это площадка, на которой собраны наши эксперты. Там также есть огромный, там, более тысячи программ мы собрали на русском языке из топ-300 лучших 300 университетов планеты и 50 лучших российских университетов. Отобрали самые популярные программы. И все они вам доступны? Они доступны бесплатно всем абсолютно, да. То есть каждый может найти, отсортировать программы там по длительности, стоимости, обучению и прочим параметрам и найти лучшую программу. Ну, опять-таки, я вот не верю, что любая из этих программ доступна с помощью твоего ресурса, с помощью сотрудника, который с тобой работает. Ну, есть ведь наверняка в мире, условно говоря, университет, да, эксперта, который там обучался, которого нет на самом деле. Конечно нет, да, безусловно. Есть такие, да? Да, мы развиваемся, у нас есть, у нас есть ключевые направления, которые являются наиболее популярными для российских студентов, и по ним у нас есть эксперты, да. А какие, кстати, вот наиболее популярные? Ну, у нас есть физики, химики. Ну, это наше все. Комитарьев много, да, то есть есть медиа, да, медиа, первая журналистика, это все есть. Есть фотографы, как ни странно. Серьезно? Да, есть специалисты в области кино, двое, молодцы, Сингапура, Германия, еще девушка, по-моему, из Штатов у нас есть. Биомедицина, инженерия, экология, то есть прям вот, ну, более 20 специальностей у нас представлено, и более, по-моему, 80 стран, да. Хорошо, ну, и вернемся к монетизации, да, я понял более-менее из твоего рассказа, как это технически выглядит. А, еще общение, хорошо, да я не договорила, мысль уходит. Когда человек выбирает эксперта, да, он привязывает к нему тот или иной пакет, нужна ли ему, допустим, часа консультации, он с ним пообщался час, либо ему нужно там полное сопровождение. Пообщался как в скайпе пообщался, еще написал письмо. На сайте есть встроенный видеочат, да, то есть ты видишь эксперта, он видит себя, вы там друг другу ловаритесь. То есть высокие технологии, да, хай-тек во всем цвете. И до максимального пакета это полное сопровождение, выбор вуза, выбор вуза достаточно сложная процедура, главное сделать ее правильно, на это у нас достаточно долго уходит времени. Секунду, выбор вуза достаточно сложная процедура, по какой причине? Потому что их много. Вот был бы один какой-нибудь вуз, и все, и не было бы проблем, ну, согласись. Ребят, ну, да, да, но ребят, как правило, мало кто говорит, я хочу там на биоинженерию только в Штаты, и вот посмотрите мне там три Штата. Как правило, народ говорит, я вот хочу на эту специальность или на эту, и посмотрите вот эту, вот эту и вот эту страну. Страну? Да, страну, то есть идет несколько стран на выборы, как правило. И эксперт, что он делает? Он изучает все университеты, которые преподают, ну, у которых есть программа по нужной тематике. Ну, во-первых, нам нужно понять, что стоимость обучения, чего хочет человек, да, какой у него, сможет ли он там потянуть стоимость больше ничего. А серьезная может, да, разница быть в стоимости обучения? Конечно, она может быть там от нуля до там 50 тысяч долларов в год, там, в Штатах, допустим, то есть это очень сильно все варьируется. А уровень обучения тоже различается? Уровень обучения тоже отличается, конечно, в государствах, университетах, ну, а к стоимости, как таковой, не всегда привязано качество, тут нужно понимать. То есть за 50 тысяч в год я могу получить гораздо меньше, чем за ноль? Ну, если совсем огрубить, то да, то есть тут нужно просто вдумчиво подойти к этому процессу. Нужно понять, какие требования у университета. Я, допустим, хочу в Гарвард, но у меня средний балл аттестата там 4, этого недостаточно, чтобы туда поступить. А сколько надо в Гарвард? Лучше отличный диплом. Ну, в смысле красный диплом? Да, красный диплом, да. А потому что наш российский красный диплом будет в Гарварде каким-то образом котироваться? А, ты знаешь, что котироваться, это мастер, это необходимость. Ну, то есть без него просто ты не приходишь, да? Ну, можно, диплом, средний балл может быть ниже, но его можно перекрыть другими компетенциями. То есть? Тут может быть релевантный опыт работы с достижениями, тут должен быть волонтерство, публикации. Это достаточно широкий спектр всяких таких заслуг, которые добавляют вам веса в вашу корзинку, грубо говоря, для приемной картины. А победа в универсиаде может? Отлично, да. Участие в баскетбольной команде, да, в универсиаде. Все, тогда меня берут без диплома вообще. Универсиады, да, все. Ну, в Америке, да, там же студенческий спорт очень разный. Да, если вы не являетесь профессиональным спортсменом, да, то есть не получаете деньги за то, что вы делаете в плане спорта, вы можете получить спортивную стипендию. Это вполне реально, да. Круто. То есть вот все достижения суммируются. Уже забыла, о чем мы говорили. Мы говорили, да, о достижениях. Не, я просто... О выборе университета. Да, я играю на гитаре еще, да. Да, очень хорошо. Вот, я пеку блинчики и играю в баскетбол. Почему нет? При этом у меня диплом так себе. Это все равно может, да. Ну, не блинчики, но да. В общем, ваши иные достижения, которые показывают вас социально ответственным человеком. Волонтерство, в частности. Волонтерство это тоже очень важно. Без волонтерского опыта не поступить в хороший американский университет. Ну, и мы, собственно, говорим-то о том, как эксперт, да, выбирает по моей заявке то, что мне могло бы пригодиться. Затем эксперт анализирует список. То есть он понял, что вот этот университет вам подходит, там, такой-то средний балл, такой-то уровень экзамена нужен. Вы проходите по этим составляющим, и он смотрит список дисциплин. Потому что программы, допустим, в Штатах нет министерства образования, которые сбрасывают директиву вузам. Вот у вас должен быть такой план, столько-то часов. То есть каждый университет волен составлять свой план. А где такое министерство образования есть, кстати? Вот в Штатах такого нет, ты сказал. В нашей стране есть. В нашей стране есть. Но это же хорошо, потому что министерство образования в данном случае заботится о здоровье молодого поколения, нет? О здоровье, о ментальном здоровье. Ну, ментальном, ментальном и физическом здоровье нельзя перегружаться, понимаешь? Если там по пять пар в день, допустим, да? У нас было по пять пар в день. Ну, милый мой, Саша. Ну, это же неправильно, наверное. Не знаю, не знаю. В Штатах больше учатся, да. У меня друг поступил в Ельский университет на программу архитектуры, они по 12 часов могут работать. Ну, а никто не жалуется. И люди готовы платить большие деньги за то, чтобы учиться по этому. А что его влечет? Он ехал туда к определенным гуру. Мы говорили о хороших преподавателях. Вот он знал о том, что вот эти архитекторы, которые там преподают, а там не теоретики, там все практики, да? То есть они строили там какие-то... Ну, архитектуры тем более. То есть он шел к ним, он им писал, ему нравились их работы, его работы. То есть у него был опыт работы. То есть нельзя после, грубо говоря, там... После школы. После университета, да, или школы взять и поступить там архитектурно в хороший университет. Ну, у тебя должно быть портфолио. Портфолио — это 15-20 профессиональных работ, которых ты не сделаешь, будучи студентом, там, школьником. Понятно, эскизы, да? То есть ты должен наработать какой-то опыт. А у нас люди не всегда понимают, что зачем мне опыт работы... Если я иду учиться, да? Да, если я иду учиться, зачем это мне нужно? Нет, это очень важно, и в Штатах, вот в частности, в Британии, в Европе тоже молодые люди, допустим, отучили в школе, там, поработали, может быть, либо отучили в школе, поступили в университет, потом поработали и пошли получать там магистрскую степень, которая даст там, ну, знания, чтобы подняться выше по карьерной лестнице. То есть это нормально. Да. Причем это тот самый опыт, я опять вернусь, да, к тому, о чем мы говорили вначале, он, может быть, и не восхитит никого, да, этот мой опыт. Но в любом случае он скажет о том, что у меня есть, как минимум, навыки какие-то. Да, вы целеустремленный человек, вы понимаете, да, к чего вы хотите. То есть в этом случае уже гуру тот самый, да, он может немножко подправить, где надо, да, где надо там. Да, плюс к всему, на эту оркиных никто не отменял. Если вы понравитесь этому гуру, он возьмет в вас свою мастерскую, в свое дело, грубо говоря, они всегда набирают студентов. Ну и дальше, после того, как я учил свою гуру, собственно, почему меня влечет именно, да, к этому человеку? Ну, понятно, что я хочу овладеть профессией, вот, и, на мой взгляд, именно этот человек может мне в этой профессии помочь. Но потом-то я все-таки планирую, да, что эта профессия будет меня кормить и неплохо кормить. Конечно, конечно. Конечно, опять же, вот эти вот гуру, работающие там в иностранных университетах, которые являются практиками, они могут... Рекомендацию. Да, во-первых, рекомендацию, во-вторых, они могут притащить, грубо говоря, интересные проекты извне, дабы студенты, его курсы над ними работали. И там какая-то компания... А это уже и платно может быть. Конечно, да, то есть ребята могут получать за это деньги и получить хорошие рекомендации, и потом пойти работать в эту компанию, либо имея такое портфолио, ну, вернуться в Россию и здесь. Наверное, даже достаточно того, да, что я учился вот этого дяденьки. Да, он сам отбирается, конечно. С удовольствием тебя возьмем, да, на любую должность. Говорит саму за себя. Хорошо. Сейчас, Саша, да, у нас две минутки осталось до следующих новостей. Ну, давай небольшой вопросик обсудим. Несмотря на то, что мы говорим о монетизации, о том, как денежки зарабатываются на твоем проекте, бесплатные какие-то есть там, тем не менее, бонусы или там бесплатные опции какие-то? Во-первых, вот все программы, которые мы перевели и собрали, они все бесплатные. У нас также есть личный опыт ребят, которые там согласились за это интервью, они там подробно рассказывают о процессе поступления, тоже все бесплатно. Мы сейчас тоже запускаем акции, у нас будут очень большие скидки, там чуть ли не за 200 рублей можно было получить консультацию, поэтому welcome в преддверии учебного года. То есть вот вся вот эта база, плюс стажировки и волонтерские программы, которые мы собрали на сайте, они тоже все бесплатные. То есть можно зайти и выбрать программу, которая вам интересна, собрать там, сохранить ее себе, запомнить, перейти на сайт, все на русском языке. Поэтому пользуйтесь на здоровье, все это есть. Ну и вот ты говорил о том, что в преддверии акции проводятся в преддверии нового учебного года, ну и периодически какие-то другие, я не знаю, там к Рождеству, к Новому году, к 23 февраля. Обязательно, обязательно. Серьезно, это все тоже так же выглядит, вот мы там снижаем, да? Снижаем существенно, да. Ну, учитывая, что начало приема заявок будет в декабре, мы решили вот сделать такую акцию для тех, кто думает заранее. То есть кто сейчас начнет готовиться. А почему, кстати, прием заявок в декабре, учебный год или там иначе учебный год? Там по-другому, грубо говоря, если мы сейчас, у нас в России там два месяца до начала поступления, ребята в иностранных универсиях за год подают заявки, ну примерно. То есть с декабря они начинаются, вот в топовых универсиях, а может быть и раньше, кто-то там в ноябре начинает. А стремится он на следующий год, к сентябрю? Да, то есть если сейчас поступать осенью, готовить документы осенью, там в декабре, грубо говоря, подать документы, поедешь, ты учишься только осенью следующего года. То есть вот так все длительно. Ну, готовь, Саня. Это да, однозначно. Это, кстати, русская пословица, я тебе хочу сказать. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, к сожалению, время эфира, да, неумолимо, неумолимо. Осталось у нас 10 минут, мы сегодня очень, я бы так сказал, активно обсуждаем тему образовательного бизнеса в России. У меня в гостях Александра Оленина, основатель сервиса Vistadi.in. И еще раз напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Саш, следующий вопрос такой. Ну, поговорили мы о экспертах, да, действительно, это люди с большой буквы «э», поскольку эксперты. Ну, действительно, уважаемый профессионал, ты просто так наверняка не стала бы с кем-то там сотрудничать. А рядом с тобой непосредственно, я одна-то ты, ну, извини, пожалуйста, вот у меня есть такой пресс-релиз. Что там пишут? Да, да, первую фразу мне очень понравилась. Написано так. «Все началось с Александры Олениной». Прекрасно звучит, да, отлично. «Все началось с Александры Олениной». Так вот, все началось с Александры Олениной, безусловно, да, такая девушка, как ты, наверняка, была мотором, мотором, да, то есть идея и, соответственно, ее дальнейшая реализация. Но, учитывая, что любой бизнес, слава богу, успешный бизнес, имеет свойство расширяться, со временем ты поняла, я одна не справляюсь. И поэтому рядом со мной оказались мои соратники. Конечно, да, нам очень повезло. Кто эти люди? Нам очень повезло с командой. Со мной работает несколько человек, у нас небольшая команда, мы стартап. У нас есть человек, который отвечает за маркетинг, Виктория. Она молодой специалист, очень способная девушка. Она тоже за рубежом обучалась? Вика, нет, она собирается. Собирается. Мы в этом помогаем, поэтому, да. Мы ее заразили. Да. В хорошем смысле. Ага. Есть редактор сайта, есть пиарщик и молодой человек Марат, который занимается программированием. То есть у нас там главный кодер, и мы на него молимся, грубо говоря. Ну, это понятно. Не, ну, программист — это дело такое. Это самый главный человек в любом бизнесе. А уж тем более, если мы говорим о интернет-ресурсе. Хорошо, хорошо. А деньги где вы достаете? Сбросились, да? Марат, Вика, Саша, сбросились там, что было, по кубышкам поскребли, и вот он стартап. Нет, инвестиции мы привели. От очень-очень толкового, очень умного инвестора. Это Михаил Фролкин, создатель headhunter.ru, такого известного сайта. Да, достаточно. Да, и мы привели 300 тысяч долларов в качестве посевных инвестиций, и сейчас вот еще расходуем эти средства. То есть еще не все потратили. Еще не все потратили, да. Ну, это радует. Значит, вы с умом подходите к бизнесу. А чем заразили вы Михаила, что он вот так вот, собственно, достаточно, да? А, ну, ему была интересная идея. Ну, учитывая, да, что он создатель headhunter, то есть он как бы в материале немножко, да, здесь о трудоустройстве речь, здесь о получении образования для дальнейшего трудоустройства. Можно тоже, кстати, не просто инвестировал, да, ваш проект, а еще какую-то дальнюю такую выгоду уже просматривал. Мы думали, кстати, насчет какого-то профориентирования, возможно, создания такого раздела на сайте. Мы сейчас вот думаем в этом направлении. Ну, денег еще есть немножко, поэтому можно развиваться. Деньгами все будет хорошо. Мы надеемся, что начнем скоро сами зарабатывать, и что-то мы уже получаем. Надеемся, что вот будет рост, будет динамика. Он с вами по-прежнему, Михаил, он не разочаровался еще? Нет, нет. Он, конечно же, с нами помогает советом, помогает там ресурсами. Так что он очень помогает проекту. Нет, здорово, здорово. Поддержка, особенно для стартапа, она важна. Безусловно. Ну и давайте поговорим, знаешь, теперь о чем? Я еще не упомянула. Прости, пожалуйста. Да, ничего, ничего. Нам еще также повезло. Пользуйсь случаем, мы еще так говорим. Хочу передать привет, давай. Привет. Нам очень повезло с менторами. У нас в менторах Алена Владимирская, Василий Гатов, Дмитрий Степанов. То есть Алена очень помогает с маркетингом. Дмитрий Степанов с продуктом, с позиционированием его. И Василий Гатов и нам, конечно же. У них опыт есть, да, в бизнесе? Безусловно, да. Василий преддает в MIT сейчас, в школе экономики. И он нам помогает с глобальным видением проекта и выходом на другие рынки. Международные. Конечно, общением с университетом. То есть это нужный навык, который вот просто так на улице вышел, получил, не получится. Я понял. То есть надо еще добавить, да, что мне повезло в жизни. Вокруг меня, да, уважаемые, да, и достаточно интересные люди. Ну и вернемся к рынку. Рынок, рынок всегда очень интересный. Ты выходишь на рынок, неважно, ну, важно, конечно, но если так в общих чертах на это смотреть, неважно, чем ты занимаешься, главное занять свою нишу на этом рынке. Что-то мне подсказывает, что рынка-то как такового в этом сегменте, по крайней мере, не наблюдается. И вы, может быть, единственные представители этого самого образовательного бизнеса в России. Ошибаюсь я? Да, вы тут обидели очень многих, мне кажется. Я прошу прощения, значит, я не прав. Как на самом деле, Саша? Грубо говоря, сама идея, да, в России, как обмен опытом между сверстниками, она не реализована, как такова. Есть подобный проект в Штатах. Но она могла быть реализована, извини, на уровне таком самобытном, что ли, да, общения в социальных сетях, но это немножко не то, естественно. Но существует очень много образовательных агентств, которые... Здесь, в России? Да, которые отправляют в образовательные туры за рубеж. Но это все равно немножко другое, наверное. Ну, это тоже поступление, да, но там нет личного опыта, то есть там сидит специалист, который работает с 20-30-200 университетами и там отправляет тебя... Похоже на турагентство на какое-то, да? Туда едешь отдыхать, а сюда едешь учиться. Ну, грубо говоря, они являются туроператорами, да. Вот, вот. Принципиально разные истории-то, конечно. Ну, это тоже наши коллеги, грубо говоря, мы там на одном рынке работаем, поэтому... Ну, хорошо, ладно, значит, мы говорим о том, что рынок все-таки есть, рынок состоялся, много ли, мало ли, сейчас не суть. Важно, конкуренция есть? Конкуренцию чувствуешь? Конкуренция, ну, вот сейчас сезон, грубо говоря, не особо сильный сезон для обучения за границей, посмотрим, будем ощущать конкуренцию, я думаю, к осени ближе. Ну, а до, хорошо, до лета ощущалась конкурентность? Мы вот, мы начали работать... Активно, да, только вот? 3 июня, да, мы презентовались на DemoDeEurope, и сразу же его выиграли. Порядка 60-70 тысяч человек ежегодно уезжают учиться за рубеж, и эта цифра, там, по разным данным, растет на 10-12% каждый год. Причем, как правило, не самостоятельно они это делают, им кто-то помогает. Ну, да, то есть ребята зачастую пользуются услугами таких агентств, поэтому тут ниша есть, я целую аудиторию, это от 16 до 32 лет, то есть это как молодые люди, закончившие школу, так и молодые специалисты, закончившие бакалавриатом, специалитет магистратуры, так и специалисты, которые некоторое время уже отработали и там думают, поехать, может быть, на краткосрочные программы, может быть, на MBA, сейчас очень модная штука. Да. Все еще модная, кстати? Конечно. Все еще тренд? Конечно. Мне кажется, лет 10 назад это вот было пока еще не очень известно, MBA, MBA. Ну, человек обычно, там, лет 7, допустим, поработал 10 и думает, ну вот, а куда дальше, там, хочется. Может быть, поучиться почему-нибудь, поэтому... Смотри, лет 10 человек поработал, то есть он закончил школу, да, потом он закончил вуз, наверное, какой-нибудь, да, потом лет 10... Или после школы поработал? Ну, где-то до 35, я бы сказала, 30-35-35. Вот ему 35 лет, и он думает о том, где бы еще поучиться. Ну, не еще, то есть он уже немного подзабыл о том, что было там 5-7 лет назад, и... Ну, то есть это некое повышение квалификации? Да, можно сказать, да, бизнес-квалификация, конечно. И вот таких людей тоже достаточно много, да? Да, конечно. Я понял. Ну, и вернувшись к разговору о конкуренции, все же я хотел бы подчеркнуть, да, на этом рынке вы присутствуете вместе с туроператорами некими. Ну, у вас какое-то свое лицо все же, да, вот, учитывая, что ресурс, который мы обсуждаем сегодня, он-то... Мы хотим, да... Некий эксклюзивный, да, в отношениях с... Да, согласна. То есть мы не отправляем, у нас нет связи с университетами, а наша задача не продать как можно больше мест в том или ином университете, получить за этот процент. Наша задача показать возможности, то есть мы анализируем все возможности человека и предлагаем ему различные варианты обучения, а в том числе и бесплатные, там, которых агентство, грубо говоря, не заинтересовано. То есть наша задача вот такая еще и просветительская, дабы помочь рассказать. Нет, именно поэтому вот я бы так уж сильно не объединял вас в одну группу, в одну отрасль. Вы занимаетесь... Ну... Хоть, да, и в одном направлении идете, но занимаетесь немножко другими вещами, и главное, вот, немножко пафоса добавили мы, да, именно просветительское действие. Ну да, это ценно, мы не хотим получить отзывов от ребят, которые уехали учиться там в университет, которым посоветовала какая-то компания, не изучив набор курсов, которые не изучив там расписание, а чему человек-то будет учиться? Там, на одном курсе по медиа он может читать там какие-то труды, заниматься там математическими составляющими чего-то там, а в другом он будет каждый день писать какие-то сюжеты там, не знаю, где-то... То есть вещи разные абсолютно. Конечно, это нужно изучать, нужно понимать, чем человек будет заниматься там. Это нас потом закидают камнями. Ну это понятно, нет, а у туроператора, у него задача-то прагматическая, правильно? Вот есть спрос, что называется, вот есть предложение, вот поезжай туда, значит, вот такие сроки, такие деньги. А вы за что деньги берете, скажи мне, пожалуйста? Мы берем деньги за... Во-первых, у нас развивается база постоянно, то есть, во-вторых, мы наполняем раздел стажировок, волонтерских программ, которые являются бесплатными, либо за которые студенту платят деньги, а он не должен ничего платить. То есть это тоже требует постоянной работы и поддержка сайта, соответственно, все вот это вот. От каждого пакета эксперт получает процент суммы, до 50% он получает в совместе каждого пакета. Плюс там мы платим налоги и прочее, прочее. Ну это само собой. А вы в данной ситуации как посредний какой-то выступаете, что ли, между экспертом и абитуриентом, соискателем? Грубо говоря, да. Мы предоставляем площадку для... Нам постоянно нужны эксперты, нам постоянно нужны ресурсы для тренинга этих экспертов. То есть это не просто человек, который, о, вот я там отучился, получил стипендию, мы такие, о, там бывает проект. Я могу помочь. То есть мы их, грубо говоря, тренируем, у нас там определенный ряд тренингов. А тренируете в отношении чего, чтобы они... Общение скорее, не то чтобы позиционирование, но общение, да, с клиентами. Ребята бывают разные, там, это разный возраст, нужно учитывать пожелания, плюс ко всему, там, подготовка, там, помощь в подготовке документов по двору университетов, то есть это тоже какие-то ресурсы мы им даем. Да, бы я хочу работать. То есть в данном случае эксперт, да, он с вашей точки зрения, вот он должен выглядеть вот так, да, он должен уметь общаться, он должен уметь там рассказать квалифицированно, он должен подобрать определенное количество информации, да, той, которая, как правило, да, по вашему мнению, необходима. Все это его работа, за это он и получает деньги. Да. А вы маленький процент. Да. Посреднический. Посреднический. Если я, как соискатель, регистрируюсь на вашем сайте, я ничего не плачу? Нет, конечно, нет. Вы, как только вы решаете заказывать услугу, вы платите некую денежку. Угу. Понятно. Хорошо. Ну и давай о будущем немножко. У нас осталась минутка всего лишь, к сожалению. О будущем. О будущем. Да, поговорим о будущем. Ну, о будущем проекта, конечно, ну, в принципе, можно, в принципе, поговорить о будущем. Мы хотим проверить идею, пробировать ее на России, и если все будет хорошо, то пойти семью милыми шагами в развивающиеся страны, где есть высокооценные западного образования. Допустим, Вьетнам, Корея. Китай немного страшновато, но другие страны. И опять, кстати, я вот сейчас тебя слушаю и представляю такую миссию, миссию. Выходит Александра Ленина с миссией, да, и идет по миру для того, чтобы донести свет знаний до развивающихся стран. Так примерно это выглядит? Примерно. Очень много ребят из Кореи, допустим, Китая, порядка 70% вставляют всех иностранных студентов, которые учатся в США. То есть это большой-большой процент, и рынок там есть. Осталось найти хорошую команду там. А есть такая возможность? Хорошую команду там найти? Нам повезло, вот наш инвестор Михаил Фролкин, у него есть проект во Вьетнаме, он сейчас его реализует. Поэтому надеемся, что его команда изучила рынок и нам с чем-то посоветует, подскажет. Поэтому мы надеемся, что... Потому что изначально, в любом случае, пришлось бы ехать туда и знакомиться, да, как бы... Да, да, конечно. Менталитет другой, то есть много разных сложностей. Совершенно верно. Подбирать все это. Нужно, да. А здесь может быть проще. Я понял. Александр, спасибо огромное. Спасибо вам. Ну, естественно, я желаю и тебе, и вашему проекту успехов всяческих. Благодарю за то, что ты нашла время. Уважаемые слушатели, сегодня в гостях бизнес-класса была Александра Оленина, основатель сервиса Vistadi.in. Я, уважаемые слушатели, благодарю вас за внимание. Спасибо, что вы с нами. Спасибо. Впереди выходные. Отдыхайте, набирайте сил. Ну, а с понедельника вновь за работу. Всего хорошего. До свидания.